Маленькое событие для всего мира, но огромное для китайских водителей. Хавейл выпустил третье поколение своего бестселлера, модели H6. Это, для справки, самый популярный паркетник в Поднебесной. Принимая этот факт, авторы нового образа не решились на дизайн-революцию. И только инженеры и технологи получили полный карт-бланш, поэтому новинка готова удивить свежей платформой. Её главная особенность — обширное применение алюминия, элементы из крылатого металла есть и в конструкции кузова, но какие — Хавейл не перечислил. Зато китайцы похвастались закупками высокопрочной стали. Из неё отштампованы три четверти кузовных деталей, что должно благотворно сказаться на пассивной безопасности. В конструкцию платформы и кузова сразу заложена возможность гибридизации, хотя поначалу на рынок выйдут чисто бензиновые версии. Плюс автомобиль теоретически готов стать автопилотом третьего уровня, но этого пока тоже не будет. Здесь и сейчас есть подросший габарит. Теперь «шестёрка» догнала конкурентов, в число которых входит Toyota RAV4. А чтобы перещеголять соперников, Хавейл получил 12-дюймовый экран медиасистемы, виртуальную приборку и 10-дюймовый проекционный дисплей. Также имеется новейший 2-литровый турбомотор отдачей 224 силы, но базовый осталась менее мощная полторашка. С обоими движками готов работать 7-ступенчатый преселектив. Привод — передний или полный. В Китае третий по счёту H6 появится до конца лета, а вот российские перспективы новинки покрыты туманом. У нас только-только со сцены сошёл кроссовер первого поколения, а второй мы даже не видели. На свежей Хавейловской платформе вдобавок появилась другая модель — кроссовер Dagu. И если его формы вам кажутся смутно знакомы — не удивляйтесь. Кузов рисовал Фил Симмонс, до этого трудившийся над новым Defender. Технически «большая собака», как переводится Dagu, повторяет модель H6. Но есть исключения — несмотря на приключенческую внешность, пока машина предлагается только с передним приводом и полуторалитровым мотором. Об экспортных перспективах Хавейл пока молчит. Хотя ностальгические ретромотивы и брутальный стиль наверняка придутся по душе не только жителям Поднебесной. Не случайно. Эту же волну оседлали Ford Bronco Sport и Land Rover Defender. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова